Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро, слушатели. В эфире радио «Болтком» в студии программы «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, наш самый любимый звукорежиссер Евгений Копеин. Доброе утро. И в студии у нас сегодня Ольга Житлухина. Доброе утро. Я думаю, что Рижанам это имя знакомо, потому что Ольга хореограф, танцовщица. Я не знаю, как правильно называть все это. Две недели назад я представлялась как профессиональный данс-энтузиаст. О, это новая формулировка. Это новая формулировка. Но, слушай, я могу сказать, что ты перформер, потому что ты делаешь не просто танец, ты делаешь все-таки какие-то и большие, и небольшие перформансы. И в этом есть и визуальная большая составляющая, не только движенческая. Ты занимаешься не просто танцем, ты занимаешься движением. Ты занимаешься телом, ты занимаешься студентами в академии, ты занимаешься актерами в театрах. Тебя на все хватает. И ты еще делаешь фестиваль. По какому поводу мы и собрались, собственно. Это была причина позвать в студию именно сейчас. Но тема для разговора у нас большая. Я думаю, что мы одной из той еще не обойдемся. Если кто-то хочет задать вопросы, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 672-12-939 или 672-13-939. Мы будем рады что-то уточнить в ответах на ваши вопросы. А так мы поговорим. Итак, давай с фестиваля все-таки. Это главное... Давайте... Что такое просто танец? Тогда мы не успеем рассказать точно про фестиваль. И мне кажется, что с самого начала... Давай расскажем этот фестиваль. Фестиваль. Когда он появился, какая у него история, какие у него задачи. Это тоже очень много вопросов. Я остановлю. Фестиваль появился как вечера современной хореографии очень давно. Потому что была необходимость показываться. Была необходимость выступать. Потому что когда компания в 98-м году, мы приехали с Нью-Йорка. Это просто... Тогда о нас немножко хоть заговорили. Мы тогда назывались Modern Dance Company. И была необходимость перформанса. И мы начали пробовать как-то делать с вечеров современной хореографии. Потом это выросло фестиваль. Потом это выросло международный фестиваль. Фестиваль существует практически... Я почему-то никогда не могу сосчитать, сколько лет. 15-20. Но не 25. Нет. В Еврее 20 вроде еще нет. А может уже было. Но вы начали в прошлом веке или в этом? Нет. Мы начали... А, да. Мы начали в прошлом веке. Но значит больше 20 лет. Я как бы... Я Ольга Житлухина. Прошлый век вообще-то я, да. И так далее, да. Ну вот начали, по-моему, в прошлом веке. Нет, не в прошлом веке. В прошлом веке. Потому что программа была в прошлом веке создана в 99-й год. Это Академия культуры. Да, да. Программа современной хореографии. И компания была создана в 96-м году. То есть все как-то было так. Надо было это делать, и мы делали. Ассоциация была в прошлом веке создана. Надо было это делать, делалось. Надо было делать, это делалось. Конечно, не я это все делала, конечно, люди, которые были рядом и которые были участниками компании, очень много было произведено. Ну и фестиваль так всплыл. Фестиваль имеет свое лицо, мы имеем бюджет, государство поддерживает, спасибо Культура Капитала, спасибо Рижская Дума, супер, спасибо, это очень важно, поддерживать contemporary dance. И мы, можно даже так сказать, что мы не меняем свое лицо много лет, и я не считаю, что это нужно делать, потому что обычно он проходит 4-5 дней очень концентрирован, очень интенсивно в трех местах, где, когда приезжают гости на фестиваль международной компании, команды, хореографы, художники, очень важно, чтобы они были обязательно весь этот период, потому что мы показываем то, что делаем мы, мы показываем студентов, важно их мнение, важно общение, то есть это фестиваль, 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 это не презентация, это не показ и так далее. Ну то есть вы еще делаете кейс у себя, да? То есть кейс современного танца, то есть вы организуете показы, ну такое шоу, да? Шоу-кейс как бы для иностранцев. Я не шоу-кейс, мы делали шоу-кейс латвийского, латвийских хореографов два года назад, первый раз попробовали, ну тоже в рамках фестиваля, я думаю, что мы будем это продолжать, не знаю только когда, вот, а фестиваль имеет свою тему, то есть каждый год фестиваль имеет тему. Какую-то идею, которую вы в этом году развиваете, да? Обязательно, непременно, непременно. То есть это может быть страна, потому что мы уже за многие годы представляли и Америку, и Россию, и Испанию, и, сейчас скажу, и... Ну много стран же. Ну много представлений. И в каждой стране свой танец, да? Да-да-да, потом мы представляли, например, naked dance, потом мы представляли funny dance, то есть юмор, то есть весь фестиваль был посвящен этому, потом мы представляли только мужчины на сцене, потом мы представляли только 50+, то есть каждый раз фестиваль имеет тему. То есть у нас был, предпоследний в прошлом году был new Asian dance, то есть у нас было с Азией очень много... А можно я спрошу? А что появляется первое? Сначала появляется идея представить кого-то, и потом вы под неё подбираете участников. Или вы понимаете, что есть какая-то тенденция, вы видите, что вот сейчас в современном танце есть такое направление, и вдруг неожиданно всплывают, как ты говоришь, 50+, сразу несколько ярких событий. И тогда вы понимаете, что этому необходимо уделить внимание. Как эта идея возникает? Из чего скорее она вырастает? Из вашей идеи или из того, что вы наблюдаете? Я думаю, что это и то, и то, потому что невозможно отделить наблюдение от того, что происходит, как этот квантум прыжок, да, ты наблюдаешь и ты изменяешь. И поэтому, мне кажется, это всё происходит вместе. Но ещё как бы факт то, что Рижская дума подтверждает поддержку фестиваля на три года вперёд, то есть мы планируем как бы на три года вперёд. Но фестиваль, опять-таки, я презентую везде, где я как бы езжу, и когда я встречаюсь с художниками, я говорю, что это last minute, low budget, потому что он обычно меняется очень резко, в зависимости от ситуации. Ну, то есть у вас есть некая поддержка, которая даёт вам уверенность в перспективе. Да, непременно. Что очень важно. Да, ещё два года. Да, то есть вы знаете, что вот вы можете как бы быть уверены, что вы ещё в перспективе делаете этот фестиваль наверняка. И вы можете, когда ты ездишь, что-то смотришь и с кем-то встречаешься, ты можешь себе это откладывать на будущее и думать о каких-то гостях. И с другой стороны, ты точно знаешь, что какая-то ещё часть финансовой поддержки приходит в последний момент, и ты от этого формируешь программу именно как бы вот на ходу практически, да, в последней истории. Но это тоже интересно, потому что тем свежее твои участники. Да, потому что у нас какие-то upside down, и бывает практически каждый фестиваль, и, ну, просто именно иногда доходит до казусов, но всё очень, получается очень просто здорово, интересно. Даже, например, предпоследний фестиваль, это New Asian Dance, когда у нас были люди Шри-Ланка, Аманипур, Полуфилипинский, Тибет, Китай. Боже, а как вы их везли? А вот всегда, а как вы их везли? Но, естественно, мы работали с продюсером швейцарским, который живёт в Гонконге. А Сингапур? И, например, сингапурская компания, The Company, которая приезжала, проговаривали всё, что мы будем делать спектакль, потому что спектакль точно outside, он side-specific, он должен быть на площадке, которой мы всё время пользуемся. Это Бетаноус, суперместо, мы делаем сцену на траве, и потом, но до последнего мы не могли решить, потому что наши погодные условия, и было очень здорово, потому что они смогли приехать чуть-чуть раньше. И именно они приехали, и мы тогда принимали решение, мы делаем здесь, или мы можем перенести это в другой Space Ergo Pass, ну, потому что были молнии, потому что была возможность молнии, а у них была металлическая конструкция, и нам пришлось перенести это в Ergo Pass. Но это, опять-таки, возможности небольшого фестиваля, потому что он небольшой по своему контенту, он небольшой, может быть, по своему, не знаю, сколько охват зрителей мы охватываем, но так как я недавно была на симпозиуме, то есть первый выезд после короны, это был у меня 17 июня, мне очень повезло, 15 июня открыли Австрию, и 17 я уже была в самолёте и летела в Словению. И симпозиум, тема, танец – это больше, чем деньги. Понятно. И там надо было представлять свой тулс, как мы живём, как мы работаем, и какой-то тулс, с которым я смирилась неправильная, в которой работает очень хорошо, мне кажется, у нас в Латвии – stay small. Но small не то, что ты не углубляешься в том, что ты не занимаешься, не знаю, там, нетворки, что ты не охватываешь, но stay small именно о техническом решении этого. И это очень важно. Это экологично, потому что, во-первых, ты можешь охватить всех людей, которые к тебе приходят, то есть сообщения не через Facebook, а сообщения from heart to heart. Ну да. Что очень важно. Как то, что в маркетинге называется B2B. B2B, но я называю from heart to heart. Скажи, пожалуйста, ты сказала вот по поводу того, что у вас есть три площадки, с которыми вы работаете постоянно. Ну, какие-то три устойчивые точки. И плюс, конечно, если вы приглашаете или придумываете что-то дополнительное, то, конечно, вы из года в год находите какие-то ещё. Но всё-таки на какие основные площадки ориентироваться? В этом году, скорее всего, пока, наверное, не получается. Это Ботаноус. Следующая, конечно, Зиргупаст, Театра Спейс. Потом у нас всегда была площадка Дома Дарс в Домском саду. В этом году будет Кудная Цибус музей. То же самое, потому что мы очень, когда пришли говорить с музеем, они говорят, ну да, мы всё время вас видим из окна, когда вы танцуете. А сейчас мы будем представлять они спектакль у них в музее. Потом мы были Риггс Макслстелп. В этом году был очень интересный, открытие фестиваля уже случилось, оно было 15-16 июня. Был очень интересный Спейс, который прямо с Доминой, очень шикарный ангар. Я забыла, как называется это место. В общем, вы осваиваете разные территории. Да, но мы имеем какие-то вещи, где нам хорошо работать, потому что, например, прошлый год, когда у нас был потрясающий день, полное воскресенье с 7 утра, с премьерой одной, которая была в 7 утра, потом завтрак, который готовили все вместе, все хореографы с Азии. И, естественно, участники. Потом был у нас Тайдзю Цюань, потом у нас был мастер-класс филиппинский, потом у нас была ещё одна премьера. То есть всё происходило сквозным потоком именно на этом месте, Баттановос, потому что там есть очень большие возможности. Ну, в этом году, наверное, будет по-другому. Хорошо. Что, даты в этом году? Даты мы уже сделали открытие, 15-го, 16-го. Не очень хорошая новость, и 19-го должен был спектакль, финский. Они боятся, они не приезжают, потому что в Финляндии сейчас возросло кейсов, у них официально не запрещено, но рекомендуется не приезжать. Поэтому фестивали в этом году раздроблены. Но тогда у нас есть возможность показать латвийских хореографов. Спектакль 27-го числа «Алый сопутный ня Нактене», 29-го спектакль «Ай вас хир эстонцы» в Кунецебус-музее. В рамках фестиваля будет премьера Дмитрия и Алины Гайтьюкевича и Дмитрия, дипломная работа по сценографии со студентами современной хореографии отделения «Зырку Паст». И 31-го будет спектакль, 31-го августа «Новый спейс», «Дигитал арт спейс», бывший кинотеатр «Пионерис», и все как бы знают это место. Спектакль «Дансы с оф зе лост», в спектакле, в котором очень большая история. В спектакле, в котором на сцене будет другое поколение хореографов, которое мне очень дорого, в которое я верю, потому что если мы говорим о танце, если мы говорим о движении, то в нем нет возраста. Ну, в общем, 4 даты ты назвала, конца августа. Да, и дальше до конца декабря у нас еще будут финны, у нас еще будут шведы, когда они смогут. И самое главное, что мы надеемся, что все-таки Йо Стромгрин со своим спектаклем, который называется «Вирус», который был отобран в ноябре 2019 года, мы решили, что мы делаем фестиваль. И афиша спектакля именно с плаката «Вирус», я надеюсь, что они приедут. Но спектакль 2016 года, то есть о том, как художник думает вперед. Ну, вообще очень много чего случилось именно в таких вещах. Я вот за эти полгода этих всех событий, закрытия, я понимаю, как много художников так или иначе просто предчувствовали какие-то события и говорили о них. Ну, это потому что эти художники, они же такие. Вы же такие. Мы же такие. Говорим мы об этом, не говорим, знаем мы, выдаем мы это на гора. В прямую или не в прямую. Или мы как бы понимаем, что что-то будет не так, фуллдаун. Скажи, пожалуйста, где вся эта информация, на каком сайте? Информация будет обязательно на Фейсбуке, потому что все равно зрительский состав ограниченный, спейсы небольшие. Вся информация будет, лайк сдают. Как называется ваша страница? Фестиваль называется лайк сдают, одним словом. Время танца. Да, время. Но мы не переводим. Ну, вы не переводите. Лайк сдают, он так. Кстати, у меня вопрос. Фестиваль называется латышскими названиями. А все-таки в современном танце очень много используется английский язык. Да. И очень часто спектакли, названия спектаклей, названия перформансов просто даже не переводятся, потому что они смыслово изначально так сформулированы, что их очень трудно перевести на другие языки. Это же просто какая-то традиция, потому что это язык современного танца английский. Ну, терминология, да, терминология пришла, да, скорее всего, так, да, да. Но лайк сдают просто это именно то название, которое появилось с вечеров танца, и мы много раз думали менять, не менять, и как-то, а не будем менять, мы пишем иногда просто одним словом лайк сдают. Но мне было важно, чтобы все-таки слово «дэйот» – «танец» был, потому что… Ну, вот этот вопрос «просто танец», наверное, надо делать отдельную передачу, да. Что такое «просто танец»? Если про танец говорить. Что такое «просто танец», потому что все равно танец, хореография для меня – это номер один. И из серии «Истина вне слов», то есть все танцует, все двигается вокруг, и это как бы дисциплина номер один. Ну, это основа. Это основа. Основа. Основа жизни. Да, я поняла. Скажи, пожалуйста, значит, я сейчас коротко еще раз скажу для всех, потому что все-таки современный танец, он связан с языком тела, он связан с движением, и он гораздо меньше связан с вербальным языком, ну, с произнесением текста. Поэтому наша русскоязычная аудитория, радиоболтком, просто приветствуется ваше в том, чтобы пойти и посмотреть мероприятия в фестивале, поэтому аккредитуйтесь, покупайте билеты заранее, потому что, как мы понимаем, площадки не очень большие, на которых, и тем более сейчас ограничения, поэтому, конечно, аудиторию будет совсем сложно раздувать до бесконечности, но современный танец – это очень интересное явление в современном искусстве, на мой взгляд, и оно как-то балансирует между всеми, между театром, музыкой, именно визуальным искусством очень. Может, оно объединяет? И оно связано. Может, оно объединяет? Вообще, мне кажется, современное искусство, очень сложно сказать, какая точка объединяет, потому что оно действительно как сеть. Оно и танец соединяется с театром, а театр соединяется с визуальным искусством, визуальное искусство соединяется с музыкой, потому что я, например, сейчас очень люблю вот эти вот видеоинсталляции с сауной инсталляцией, когда ты входишь в пространство, и тебе дают что-то визуально, визуальный ряд какой-то, да, который ты можешь наблюдать, но звук выстраивается непростым образом, когда звук еще откуда-то, ну, специально так расположен, что у тебя получается путешествие в пространстве, не плоский, а объемный. Скажи, пожалуйста, я видела твои фотографии на недавней акции. Что это было? Когда ты танцевала на коробке. Я так переживала, что информация не дошла вообще до меня раньше. Что это было? Вот расскажи, мне просто интересно, потому что это же редкость, когда мы можем об этом поговорить. Это редкость вообще, когда у нас кто-то объединяется и выходит настолько едино о чем-то говорить громко. То, что делала я, это было вообще… Нет, нет, я имею в виду, что это же все равно было… Ты говоришь про акцию, которую техники, да? Да, но это же были коробки выстроены на… Да, это было настолько сильно. И я просто, как, почему, почему это не дошло? Конечно, я им высказала, говорю, почему? Мы же могли быть здесь все. Нас могло быть здесь много. На каждом ящике мог быть такой же еще один ненормальный, как, не знаю, двигатель. Потому что это важно. Это важно быть вместе. Это была акция в поддержку техники. Потому что художникам дали какую-то побольше, но кто смог, кто не смог, большую, маленькую какую-то. Потому что было очень сложно, там всегда была разница 20, 50 евро, и ты все, и ты выпадаешь в алкоголь. Я понимаю, что им очень сложно надеть оборудование, все равно хорошо, что это есть. А техники у них тоже, они все пошли в этот какой-то… Кто-то получал, кто-то не получал. Но нет, фрилансеры, да? Да, все финансы, все финансы. Нет, нет, фрилансеры. Фрилансеры? Те, которые не привязаны к какому-то коллективу постоянно. А их очень много. Ты привязан к коллективу, получаешь 200 евро. Но я говорю, их очень много, этих людей, которые работают. У нас нет коллектива в современной хореографии, на всякий случай. Нет, я имею в виду, что… Техники? Да, специалисты по свету и звуку. Порядка 100 фирм, которые организуют, организации, которые организуют мероприятия, ивенты в Латвии. И вот они объединились, и они вышли все, это было очень здорово. И они организуют это не только в области культуры, они вообще организуют большие мероприятия, концерты. Но все это деятельно за последние полгода свернуто, и поэтому люди остались без средств. В общем, мало того, что к развитию, но и как бы к проживанию. И поэтому это была большая акция два дня назад, да? Не было вчера, нет? Я уже так… Из-за того, что очень много событий происходит, я тоже не успеваю. Я тоже не успеваю. Когда я прыгала на этом ящике, мне кажется, я вчера танцевала. Нет, или позавчера. По-моему, позавчера, да. Это была большая акция, на которую пришли представители компаний по обеспечению, техническому обеспечению массовых мероприятий, концертов, спектаклей, театра тоже, да? И они просто высказались о том, что им нужна поддержка. Что они есть, они существуют. И без них эта область экономики на самом деле не работает. И сейчас она вообще не работает для них. А я просто шла мимо, шла случайно на репетицию, потому что как бы актеры, не знаю, танцоры у нас как есть. Мы опять сидим все в боксе своем, да, нам нужно делать свой арт. И я иду мимо, я понимаю, что что-то происходит. И когда я узнала, конечно, попросила, можно я что-то сделаю, поддержку, какую-то благодарность вам? Они, конечно, меня запустили на этот ящик, и там что-то я не перформировала, я говорила. Я просто была настолько рада, что люди вообще вышли на улицу и что-то просят или что-то требуют, потому что это не латвийский подход, это не латвийский подход к решению проблем, что как бы, конечно, может быть, надо задуматься. Если ты приезжаешь из Словении, они с 23 апреля, каждую пятницу, вся Словения выходит на улицы спокойно, ничего не бомбят. Они говорят о том, чем они недовольны, что им нужно. Я могу сказать, что сейчас в Фейсбуке, в Европе, в европейском сообществе театральном, появилось тоже такое движение, ты можешь поменять свою аватарку. Ну вот то, что твой портрет. Аватарка, которая перекрещена знаком и с надписью «Sound of Silence». Потому что проблема, которая касается прекращения деятельности культурных учреждений, она касается, конечно, не только Латвии, она касается всего мира. И во всем мире компании держались месяц, держались два, держались три. Но сейчас как бы все понимают, что дальше что. Ведь люди теряют аудиторию. Аудитория перестает ходить, забывает. Надо заново ее потом нарабатывать. Люди теряют возможность собственных практик. Люди теряют возможность показа спектаклей. А если ты спектакль не показываешь, он потихоньку умирает, конечно. Я не знаю, как балет будет 2 сентября, показывает «Лебединое озеро». Я не знаю. Я тоже об этом думаю. Потому что это же необходимые классы каждый день. Это профессия, которая требует твоего присутствия в ежедневной работе. Она ежедневна тренировки своего тела. Если ты продаешь свое тело, если ты представляешь свое тело, а это требует необходимой тренировки. Да. Ну, так же, как и, в общем, на самом деле, любые другие артисты. Они тоже, в общем, должны об этом думать. Давайте мы не будем... Они должны об этом думать. На эту тему, я не говорю о музыке, не говорю о балете, но про театр мы на эту тему не будем говорить, потому что есть конфликт, о котором, может быть, мы можем поговорить на эту тему. Когда-нибудь. Когда-нибудь, но то, что случилось сейчас на фестивале в Алмире. Да? Ну, об этом я не очень хочу говорить. Хорошо, тогда можем мы поговорить о фестивале в Алмире в хорошем смысле. Отлично. Танцевальный фестиваль номер 2. Ну, мне вот... Я первый раз на нем была на этом фестивале. Мне показалось, что это такое высказывание поколения определенного. То есть это люди плюс-минус одного возраста, которые выбрали определенный образ жизни, очень много работают, поэтому не привязаны к какому-то конкретному месту, довольно свободно существуют в этой профессии. И я имею в виду и режиссеров, и актеров, и художников. И то, что я там видела, там действительно пробы... В предыдущей программе у меня был как раз Ренни Суханов, который говорил о том, по какому принципу формируется программа. И то, что во время фестиваля режиссеры и любые создатели спектакля могут попробовать то, чего они не могут попробовать в репертуарном театре. Потому что они понимают, что это краткосрочный проект в конкретных условиях на время фестиваля с возможностью показа 3, 4, 5, 6 раз, ну, сколько получается там, да, по графику выстроить. И я хочу сказать, что там было две работы. Двух режиссеров, которые, на мой взгляд, очень интересные, и я о них очень много говорила здесь в разных программах. Это Элмар Синьковс и Валтер Силлиц. Но в этих двух проектах огромную роль играли хореографы, которые с ними работали. И обе хореографы, как сказать, обе хореографы, это твои ученицы. Да. Расскажи про них, пожалуйста. Они выпускники академии культуры. Эллина Гаддиня и Кристин Бриныня. Они одного поколения, это поколение номер 3. Ты называешь их своим поколением номер 3. Да, я называю поколением, потому что это важно. Это все равно какой-то мы... Каждый раз, когда студенты попадают, мы держим их вместе. Сейчас 3 года, а не 4 года. И они все равно остаются поколением. Сейчас поколение номер 6. Уже идет, да? Да, вот поколение номер 6 было на сцене у Элмара. С ними работало поколение номер 3, Элина Гаддиня. Она недавно поменяла. Недавно поменяла фамилию. И я просто заметила, что у каждой из них свой язык, но при этом видно, что они действительно из одного поколения. Что они очень выросли из каких-то общих идей, но каждая пошла своим путем. Они очень профессиональны. И одна, и вторая. Работа с телом очень профессиональна. И мне кажется, они очень насмотрены европейского танца. Вот потому, что я видела, мне показалось, что они... Вот знаешь, когда человек, художник воспринимает, пропускает через себя и делает из этого свое что-то. И я прям была рада очень, что это видно, что люди следят вообще за развитием танца. Это просто видно в их работе. Ну, это как-то, ну... Это естественно. Я не знаю, но мы живем в маленькой стране, и у нас очень легкий доступ везде. И мне даже, например, сейчас у меня был комплимент одного бельгийского хореографа. Я была только что на «Видес Дэйс» расстел, который был в Лигатне. И он пришел на мой спектакль, который я делала в бункере с семью с женщинами. Называлось «Репетируем красоту». И он, когда потом подошел ко мне и говорит... Я, говорит, очень был приятно удивлен. Я говорю, а в чем дело-то? Он говорит, ну я не ожидал, что мое поколение делает вообще современные вещи. Он ждал олдскул. Поэтому, мне кажется, мы здесь достаточно современные все. Ну, мне кажется, это все равно зависит от того, что ты даешь как преподаватель сконцентрироваться на себе и на внутренней школе. Или, говоришь, ребят, мир огромный, смотрите, наблюдайте, впитывайте, переваривайте и используйте. Знаешь, как вот с каждым годом ты не понимаешь вообще... Ну, если посмотреть на общественную систему образования, куда, как это, а вот куда, да? Ну, что очень радостно в Академии. Спасибо ректору и спасибо Иоанне Силенчу, который был при создании программы. Сейчас Рута, Мокту, Павла, ректоры, которые... Ну, они поддерживают, потому что то, что мы можем делать в своей программе, ну, никто в мире не может делать. В мире не может делать. Ну, потому что сколько я езжу, сколько я преподаю, другие университеты, какие-то мастер-классы, я говорю, как у нас это все есть. Если мы можем срываться... Каждую осень мы едем куда-то в какую-то резиденцию сами, мы практикуем танцы, мы танцуем там везде, совершенно спокойно выезжаем, отрываясь от учебы, которая как бы должна быть систематизирована. Вот, поэтому как бы свобода, которая дана, и Занны Крейсберга в кафедре сценического искусства в Академии, то есть это те люди, которые помогают, то есть они понимают, что ведь важно создать условия, а не втюхать информацию, потому что информацию, нажми кнопочку, я очень люблю YouTube, я очень люблю Google, все, тебе просто поддерживать человека, дать возможность, может быть, не потеряться, но иногда и потеряться, чтобы что-то найти. Это как бы достаточно глубокая задача, но это то, куда я хочу идти, это то, о чем вообще программа. Это мы еще поговорим, и у нас осталось немножко времени, нас никто не перебивал, но я задам вопрос. Вот время пандемии, все закрылось, занятия в Академии не могут быть, они все переведены в онлайн. Я вот спрашивала сама себя, а как, вот я разговаривала сейчас с друзьями в Литве, которые говорят, мы не очень понимаем, как будет дальше, потому что мы продержались эту весну со студентами онлайн, но понятно, что это необходимо, тактильность в театре, она все равно необходима. Но ты должен чувствовать другого человека, без этого невозможно. Вот что касается тебя и твоих учеников. Вы же придумали разные практики и разные вещи в онлайн. Я хотела тебя спросить про эту пижаму, про пижаму-танец, которые вы выкладывали в Фейсбуке и в Инстаграме. И как это, вот как это все, как вдохновлять людей, которые, в общем, получаются оторваны от своего дела. И, конечно, как ты говоришь, потеряться можно в этой ситуации. Ну да. И потеряться, и потерять себя, и потерять свое тело, что необходим, и твой инструмент. Как вы справились с этим? Сколько, как бы, какой момент разгона был для того, чтобы выйти на какую-то интересную горку такую, на которой вы уже вдруг начали видеть другие горизонты? Видишь, потому что мы маленькие, стоит смол, да, есть очень много возможностей. То есть нас закрыли 13-го в пятницу, а мы у нас… Марта. Марта, да. А у нас еще был международный воркшип с Татьяной Гордеевой. Конечно, мы его закончили, потому что это нельзя такого художника просто сказать до свидания, мы не можем. Вот это повезло нам. И мы как бы с Татьяной Гордеевым начали свой корону. Да, очень хорошо, все как бы по расписанию, все шло так, как оно нужно. Что-то онлайн, что-то в зуме, что-то не в зуме. Ну, то есть нормально, все ребята первую неделю, конечно, все спали очень хорошо. Все, take your time, это нормально, а как иначе? И все были настолько рады, что я хочу делать, что я хочу делать. Но потом именно эта ситуация, причем то, что предвидеть, не предвидеть. То есть по плану у меня вообще было, что я не работаю со студентами, я хотела уйти в отпуск и делать свои какие-то вещи, которые я могла делать. Но потом я думаю так, ну если бы я не уйду, я бы вот это хотела сделать со студентами. То есть дать им время, чтобы найти свой inner time, свой внутренний ритм, как ты можешь работать, не в 9-10, а именно вот тогда, когда мне нужно это сделать. И в принципе с короной это просите и получите. Я как бы, господи, прости, да? Все получилось так, как мне кажется, очень хорошо. Не все, естественно, но многие из них очень много что поняли, очень много что приняли, очень много что попробовали. И выросли, они выросли. Пижамный танец пришел 23 марта мне, просыпаешься в пижаме, понимаешь, так, все, если я не хочу что-то делать, потому что я очень недисциплинированный, я очень ленивый человек, и мне нужно себя это занять. Ну как все на самом деле. Как все на самом деле. Пижамный танец придумал для того, чтобы проснулся, так, я еще вообще живая, я могу что-то как-то двигаться и что-то делать. И все, я и делаю с 23 числа, марта. Сегодня я уже сделала, я ее поставила в Facebook. Спасибо, радио Болтком, спасибо, движение по прекрасной локации наверху. Да, это, у меня это где-то до минуты выплеск, движение, выплеск танца. Иногда он как story, иногда он не как story, иногда он как практика, иногда он как физиотерапия, то есть можно пользоваться, практиковать. Иногда просто как дыхание новое. Как дыхание, да. Я это поделила со студентами, дальше мы сделали с ними группу в WhatsApp, и это у нас была практика, которую они практиковали практически тоже два с лишним месяца. И это был какой-то зачет их, именно по технике и по композиции. Потому что в этом маленьком кусочке видишь сразу, на каком уровне тело я сейчас, что оно сделало, что оно не сделало. Way of thinking, что я думаю и что я хочу сказать. Все. И это свобода творчества. Естественно. Хочешь, не хочешь, и камера. Ну и для меня очень важно было, да, я человек, человек, как говорится, в Латвии, хореограф Латвии, который с самого начала своего как бы артистической деятельности, я подвожу танец максимально близко к зрителю, на блюдечке с голубой каемочкой. Максимально близко к зрителю. Это то, чем я занимаюсь. Камера сразу как бы обрубает, но мне было очень интересно, насколько камера возможно, камере возможно передать вот именно это тектильное ощущение. Иногда, ну, для меня это была практика, которой я училась, работала, и мне очень интересно. Я до сих пор продолжаю. И не спрашивайте, а что будет дальше. Я не знаю. Пока пижама. Пока пижама-данс-практис. И меня поддерживают люди, мои соратники, коллеги. Коллеги со всего мира, да, подхватили эту историю. Ну, спасибо тебе большое. А всем хорошего уже после пижамного утра. У нас в студии Радио Болтком была Ольга Житлухина. Мы говорили о фестивале, который будет в конце августа. Не пропустите, пожалуйста, если кому-то интересен современный танец или кто-то про него просто ничего не знает. У нас будет большой марафон в воскресенье. Какой воскресенье? Но это не фестивальный марафон. Сейчас, 16-го числа, возле библиотеки, 40 хореографов. 40 хореографов, это воскресенье, возле библиотеки. Возле библиотеки, в Паргавове. Это в рамках, ассоциация танца организует, в котором будут практически тоже все, в основном, выпускники. Так, никто не уезжает из Риги, все смотрят, несмотря на погоду. С 10 утра. Одеваем дождевики, если дождь, одеваем, берем шляпы, если солнце. Весь день. Весь день. Возле библиотеки. Марафон современного танца, 40 хореографов. Соло. 40 соло. Соло. Ну, это фантастический финал нашей программы. Спасибо большое, Оля. Спасибо всем. Спасибо, Жень.